На канале Россия 24, Вести Хакасии, в студии Наталья Чудина. Здравствуйте! Сегодня глава республики Виктор Зимин побывал с рабочей поездкой в Усть-Абаканском и Бейском районах Хакасии. В частности, он побывал на строительстве детского сада в поселке Усть-Абакан. Новоселье здесь ожидается в конце года, а в ближайшие недели возобновится строительство еще одного социального объекта физкультурно-спортивного комплекса. Стоимость физкультурно-спортивного комплекса в Усть-Абакане превышает 110 миллионов рублей. В двухэтажном здании будет три спортзала. Возведение первой очереди завершится на будущий год. В дальнейшем к нему еще пристроят бассейн. Виктора Зимина познакомили с ходом работ. Готов проект. Стройплощадки подвели все коммуникации. Стройка стояла из-за отсутствия средств. Губернатор сообщил, что достигнуто соглашение с компанией «Русский уголь». Те зарегистрируют свой торговый дом в Усть-Абакане и все налоги пойдут в местный бюджет. В этом году поступят 30 миллионов рублей. Их направят на строительство спорткомплекса. Развитие поселка осуществляется в сторону Черногорска. Абакана-Черногорская агломерация охватывает строительство большого жилого массива до 15 тысяч человек. И вот это как раз будет охвачено этим спорткомплексом. Губернатор побывал и на второй крупной социальной стройке поселка. Это детский сад на 260 мест. Хакасе удалось войти в федеральную программу развития дошкольного образования. Из Москвы поступили около 80 миллионов рублей. Дело за строителями. Пока они приступили к кладке стен одного из корпусов, на втором еще доделывают фундамент. На завершение детсада им остается меньше пяти месяцев. В этом году шанс ввести объект и получить все деньги. Давайте ими воспользуемся. Открытие этого детского сада полностью ликвидирует очередь в Усть-Абакане для трехлетних малышей. Места получат и большинство полуторагодовалых детей. Такое событие важно для нашего поселка, потому что все равно есть дети, которые не ходят в детский сад, а уже время подходит. Здесь же состоялась встреча губернатора с жителями поселка. Они отметили позитивные сдвиги в развитии района и обозначили несколько проблем. Людей волнует состояние жилья, уровень тарифов и недостаточное развитие сети медицинских учреждений. Говорили о жилье, о строительстве для молодежи, для молодых семей. Обо всем. Нам о больнице говорили, чтобы нам построили женскую консультацию новую выстроили. И прочее детскую консультацию обновили. В решении большинства вопросов губернатор обещал свое содействие. Но на это потребуется время. Виктор Лошников, Антон Михайлов. Вести Хакасия. Сегодня утром около 30 фермеров Хакасии стали миллионерами. В правительстве республики раздали гранты начинающим сельхозтоваропроизводителям. Финансовую поддержку получили 29 молодых хозяйств и 7 семейных ферм. В общей сложности сумма господдержки составила более 70 миллионов рублей. Средний размер гранта от 860 тысяч рублей до полутора миллионов. На развитие семейных ферм выделили до 5 миллионов рублей. Средства пойдут на приобретение скота, техники и строительства. В частности, в Усть-Обаканском районе будут возводить современный убойный цех. На сегодняшний день их в республике не хватает. Помимо молочного и мясного скотоводства, в рамках программы в 2013 году впервые предусмотрена поддержка коневодства. Победитель гранта Василина Шкунова. Фермерством занимается вместе с мужем. Для них работа на земле – продолжение семейных традиций. У нас дедушка, он очень давно ведет личное подсобное хозяйство. Всегда ему помогали. А здесь уже причина возраста. Совсем переехали в деревню. Мужик, он нам объяснял, что Хакасия предназначена для овцеводства и коневодства. Вот мы и занялись. Мне овцеводство, как женщине, более привлекательно. Муж – коневодство. За последние 4 года количество фермеров в Хакасии увеличилось в разы. В 2009-м их было всего 300, а сегодня в 4 с лишним раза больше. Параллельно с развитием фермерства в республике занимаются формированием рынка сбыта для местной продукции. В Абакане близится к завершению строительства сельхозрынка. По словам главы региона, в течение трех лет торговые площадки, где можно приобрести свежую продукцию от производителя, появятся во всех городах и районных центрах Хакасии. ЧП на железной дороге. В районе станции Кашурниково произошло крушение сразу нескольких вагонов грузового поезда. Во время аварии рядом с составом людей не было, поэтому никто не пострадал. Подробнее с места происшествия Наталья Гармашова. Накануне утром от станции Кашурниково должен был отправиться грузовой состав. Он был сформирован на западно-сибирской железной дороге, двигался на Дальний Восток. Но в районе Кашурниково произошло крушение. Из 66 вагонов 5 сошло с рельсов. Это при том, что поезд двигался с минимальной скоростью всего 5, максимум 10 км в час. Могла ли такая незначительная для поезда скорость стать причиной крушения, сейчас выясняют полицейские, сотрудники Следственного комитета, ревизоры железной дороги. Вагоны сошли с рельсов на повороте, хотя далеко не крутом. Мы видим повреждения на пути, то есть это повреждены непосредственно сами железнодорожные пути. Имеются повреждения на шпалах, колее пути, вагоны в перевернутом состоянии. Это говорит о том, что были допущены нарушения. А вот уже какой службе допущены нарушения? Либо службой пути, либо службой вагонного хозяйства. Это мы и будем устанавливать. Также предстоит установить величину ущерба, нанесенного собственнику груза. В вагонах находились металлические детали, точнее огромные пластины весом более 20 тонн каждая. Лежали они на дне вагонов, поэтому во время крушения не выпали наружу. Если величина ущерба, нанесенного собственнику груза, составит более миллиона рублей, его будет возмещать Красноярская железная дорога. Чтобы поднять рухнувшую часть состава, отсортировать вывороченные вагонные тележки, вывести груз потребовалось больше суток. В работах была задействована спецтехника, она пребывала своим ходом и по ЖД-полотну. Также ликвидировали аварию более 70 железнодорожников. Убрать последний из пяти упавших вагонов удалось поздно вечером. Следующим этапом стал ремонт полотна. По предварительным данным, пострадал небольшой участок, около 10 метров. Кроме разрушения верхнего строения пути, на том пути, с которого сошли вагоны, также на станции других разрушений нет. И самое важное для нас, что движение по станции не нарушено. То есть все движение осуществляется по Красноярской железной дороге. В том графике, пассажирские и поезда грузовые идут в графике. Как стало известно, сегодня утром разрушенный участок пути, на которых находился сошедший с рельсов поезд, уже почти полностью восстановлен. Завершить работу планируется к 18 часам 7 августа. Эта ситуация, она, собственно говоря, из ряда воноходящая. На Красноярской железной дороге такого схода не было, наверное, в последние несколько лет. Наталья Громышова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Очередная жеребьевка бесплатного эфирного времени и печатной площади состоялась сегодня в избиркоме Хакасии. В ней приняли участие кандидаты и избирательные объединения, зарегистрировавшие республиканские списки кандидатов депутатов Верховного Совета Республики Хакасии 6-го созыва. Теперь баллотирующиеся готовятся к агитационной кампании в СМИ. По закону бесплатно она должна вестись только на страницах и каналах региональных государственных телерадиокомпаний и периодических печатных изданий. Это гостелерадиокомпания Хакасия, РТС, газеты Хабары и Хакасия. Представители вытянули жвебий, определились с датой и временем агитации. В сумме на всех кандидатов полагается 300 минут, 150 отводится на одномандатников, 150 выделят избирательным объединением. Последние также смогут принять участие в дебатах. А с завтрашнего дня в республике начинается выдача открепительных удостоверений. Для их получения избирателю необходимо с паспортом обратиться с 8 по 27 августа 2013 года в территориальную избирательную комиссию, а с 28 августа по 7 сентября в участковую избирательную комиссию по месту жительства. Избирком убедительно просит тех, кто 8 сентября не сможет проголосовать по месту жительства, получить его заблаговременно. Кстати, в открепительном удостоверении для голосования на выборах главы республики Хакасия предусмотрен специальный отрывной талон на случай проведения второго тура. Из органов внутренних дел Хакасии уволен высокопоставленный полицейский, подполковник полиции, начальник уголовного розыска Черногорска. Известно, что экс-начальник Черногорского УГРО хорошо характеризовался по службе. Его стаж в органах более 20 лет. Этого достаточно для назначения пенсии. Увольнение не связано со служебной деятельностью. Он был задержан нарядом ДПС и отказался от проведения медосвидетельствования. Обязанности начальника уголовного розыска временно исполняет его заместитель. Сотрудники полиции в Хакасии частенько проводят рейды, в которых, к сожалению, выявляются факты. Это бывает очень редко, когда сотрудник полиции может находиться за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Это крайне единичные случаи. И вот такой случай произошел в городе Черногорске. Сотрудник уголовного розыска, руководитель уголовного розыска Черногорской полиции, отказался от прохождения медицинского освидетельствования. За что и был уволен по отрицательным мотивам. Это является основанием к увольнению. Госавтоинспекция и общественная организация движения безопасности объявляют о старте всероссийского конкурса «Шлем всему голова». Принять участие в конкурсе может каждый. Для этого нужно раскрасить или украсить свой мотошлем, сфотографироваться и выложить фото в галерее конкурса на Facebook или ВКонтакте. Участник, чьи фото наберет больше всего голосов, станет победителем и получит приз «Скутер». По задумке авторов, этот конкурс напомнит участникам дорожного движения о необходимости использования мотошлема в поездках. Сразу после вестей смотрите рубрику «Интервью». Сегодня в ней речь пойдет об интервирусной инфекции, вспышки которой этим летом произошли в центральных областях России. Как уберечь себя и своих близких от этой опасной болезни, нам расскажет специалист управления Роспотребнадзора по Хакасии Елена Шалгинова. На этот час у меня все. Удачного дня и увидимся на канале «Россия-24».